привет ребята продолжение satis factory на канале тетра games в прошлой серии мы сделали поставку нефти и также стали перерабатывать ее топливо вон там за сразу за большим зданием космического лифта сзади как раз находится нефтеперерабатывающий завод принципе там уже все фуловое все склады полностью забились я уже подготовил ресурсы для строительства нового производственного здания который называется изготовитель видите на иконочке нарисованы здание с четырьмя входами и выход это здание для производства достаточно сложных ресурсов которые потребуются нам для постройки больших грузовиков а также других похожих зданий ну и конечно же для усовершенствования технологий которые нам потребуются в следующем тире ну что ж давайте уже наверное приступать итак начну я вот чего ну во первых я вот эту смотровую башенку уберу она мне здесь больше скорее всего уже будет не нужно либо я ее переставлю в какое-то другое место и буду отталкиваться смотрите от вот чего чтобы строить подобное здание и вообще все вот эту вот мута тень мне потребуется скорее всего два изготовителя один будет заточен на производство тяжелых каркасов сами каркасы и компьютер я вообще немножко уже в ручном режиме сделал да грубо говоря прям руками но каркасов мне действительно понадобится очень много и я хочу это все дело автоматизировать сразу же поэтому давайте построим изготовитель там где у меня производится сами тяжелые каркасы точнее не тяжелый каркас обычные каркасы и моторы прежде всего именно вот эти производственные ресурсы у меня должны быть под рукой вот здесь у меня маг моторы производится да вот они копятся здесь каркасы у меня производится вот тут их тут битком посмотрите значит я делаю вывод что сам изготовитель должен быть где-то вот недалеко по крайней мере давайте его поставлю более-менее по симпатичному по симметричному вот такое вот здание большое 4 входа внутри даже через стекло можно видеть целый сборочный цех там вот роботизированные руки стоят и там вот ну может быть у меня получится потом посмотреть я постараюсь сделать какую песенку чтобы заглянуть получше и вот здесь вот будет у нас выход отсюда будет выходить готовая продукция давайте выберем один из рецептов скажем так чертежей здесь мы будем делать тяжелый блочный модуль не каркаса нужный рецепт во первых на текущую фазу игры во вторых конечно же это дело все нам понадобится в будущем я думаю при следующем тире подобную продукцию нужно будет штамповать прям в бешеных темпах и так мы видим что именно требуется требуются сами обычные каркасы подавать я выберу соответственно пять штук за раз смотрите один блочный модульный каркас производится в две минуты то есть производство действительно очень очень долго я думаю 5 обычных блочных каркасов вообще без проблем смогут залететь так давайте еще посмотрим что еще разок нужно потребуется также стальные трубы они у нас находятся вот там потребуется тоже также усиленные бетонные балки железом и винты винты я думаю мы будем подводить отдельно у меня есть безусловно уже где они производятся но я оттуда брать их не буду я буду брать их вот с еще одной железной железного добытчика специально сделаю подводку с железными болтами поэтому соответственно мне для того чтобы запустить всю эту историю нужно по сути подвести сначала слева вот вот эти усиленные блочные блочные а цементные балки они у меня копятся вот тут довольно много но я их почему-то вырубаю что ли не подключаю не делаются они у меня здесь постоянно делают смотрите-ка просто очень очень медленно окей давайте тогда начнем подключать мне нужно будет каким-то образом очень хитрым так вот до сюда пустить вот до сюда так теперь нужно будет пустить конвейер знаю получится красиво некрасиво некрасиво не получится давайте начать некрасиво делать вот так и по идее вот отсюда нужно его пускать будет вот в этот ход ну вот они сразу же поехали я строю безусловно скоростные конвейеры что-то они быстро застопились только не говорите что здесь уже full а нет не full мы не просто не включили поэтому они здесь не начали копиться окей без проблем дальше нам теперь нужно сюда также подвести трубы стальные трубы давайте посмотрим где они изготавливаются трубы у нас производится вот здесь они нужны во первых для самих вот этих вот блочных модуль каркасов соответственно мне здесь нужно будет сделать разветвление кроме того я вот у этого ассемблера оторвал кусок сюда стальные трубы вообще не подводятся поэтому мне нужно будет сейчас здесь поставить разветвитель который будет разводить стальные трубы аж на три разных производства давайте посмотрим хватает ли у меня для этого ресурсов вроде в 3 пик только только хватает ну хорошо значит можно сказать что нам наверно повезло поставим и соединяем все это дело так отлично подошло этот выход также подходит и вот сюда мы также пускаем а кончились кончились ресурсы не смогу достроить но с этим проблем у меня нет достраиваем второй конвейер подводим его отлично теперь у нас помимо всего еще и железные трубы подводится сюда посмотрим что нам потребуется еще железные трубы балки теперь нам осталось сюда подвести сами обычные каркасы и систему винтов окей так наверное я все таки неправильно подвел эту штукенцию нам нужно было подводить не совсем сюда а вот сюда вот в этот третий вход а каркас у нас идут вот отсюда поэтому я их именно отсюда и в средний вход подвожу вот так о каркас понеслись уху-ху все полностью забилась конвейерная линия отлично теперь нам остается сюда подвести только систему винтов для этого мне потребуется из 2 2 добычка из 2 буровой такой вот вышки создать линию которая будет делать конечно же железные слитки их перерабатывать винты ну что ж я это сделал быстренько за кадром я создал вот такую вот простейшую линию которая перерабатывает железную руду железные слитки железные слитки железные прутья и прутья разрезает на маленькие болты в результате у меня вроде как теперь все что нужно готово и я могу эти болты смело запускать в четвертый вход вот этого огромного производственного здания но прежде чем я это сделаю я все-таки здесь поставлю еще один разветвитель я думаю он мне понадобится давайте я его поставлю нет наверное прежде всего я поставлю здесь контейнер для хранения причем я его поставлю гораздо раньше мне придется сделать небольшой излом я надеюсь что мне это поможет каким-то образом конверный излом вот отсюда у меня будут эти винты идти вот сюда вот так вот я попытаюсь таким образом сэкономить немного места ну а здесь уже я сделаю как раз тот самый разветвитель вход у нас будет тут лично потому что один из вот этих выходов будет идти на один на одно производственное здание вот это большое а второй будет идти на 2 вот здесь я буду строить компьютеры но это будет чуть-чуть попозже однако прежде чем я буду подключать к электричество и конечно же конвейерной системе свое новое производство здание у меня надвигается достаточно приличная проблема вот этих угольных генераторов угольных фабрик электростанций просто уже скоренько не будет не хватать и как только я подключу вот эту мощную штукенцию скорее всего моя электросеть просто вся вырубится нахрен поэтому мне нужно будет подумать конечно же но перспективе развития увеличения мощности подачи электричества ну не знаю давайте в общем подключим посмотрим сможет ли сеть выдержать такое напряжение такое такое вообще такую потребность в электричестве если да то все супер будем по крайней мере постепенно переходить на нефтяные способы выработки электроэнергии это будет сделать не просто однако я могу себе поставить задачу на сборку нужных ресурсов смотрите в ранге 6 у нас есть возможность построить топливный генератор достроить его придется достаточно долго долго и дорого потому что он стоит 75 тяжелых модульных корпус каркасов и 75 компьютеров это вот прям то что я хотел бы как раз копить уже с помощью таких вот производственных зданий как то который мы еще не подключили ново чувствую мне придется что-то частично делать руками в любом случае давайте выберем эту цель и я ее буду постепенно стараться достигать чтобы в итоге мы уже смогли обеспечить именно нефтяной электроэнергией весь мой производственный комплекс вот вот этого разветвитель я провожу конверную ленту и да погнали отлично болты также быстренько долетают до этого здания теперь последнее что осталось да это просто сделать работку ставлю сюда еще работаем электричество и подключаем и вот пошел процесс посмотрите все ресурсы быстро залетают здание когда их накапливается достаточное количество так пока что электричество еще не выбило должен будет запуститься процесс все мы видим как руки робот иначе начинают сборку на конверной ленте может мы сможем посмотреть не знаю получится у меня подсмотреть или не получится так я не смогу так вот вот так получится посмотреть что там происходит так интересно нет ближе похоже я не смогу подойти здесь нужны будут какие-нибудь такие вот лесенки чтобы подсмотреть так а давайте попробуем так сделать с помощью этих лесенок у нас нам удастся вот смотреть на то что же там происходит вот так разбираемся ну вот уже получше да смотрите-ка вот отсюда уже получше видно до выбивают электричество пишет нам напала и это говорит о том что да действительно проблема есть проблема есть с электричеством и ее нужно будет решать как можно скорее стекло поцарапанное интересно почему нам дают сразу же поцарапанное стекло прям сразу же либо для начала сделать чистенькая гладенькая новенькая значит нужно решать проблему с электричеством вся база встала единственное решение для этой проблемы на текущий момент это построить еще дополнительные угольные электростанции у меня сзади вот здесь есть небольшая плата я наверное сюда попробую развести несколько угольных электростанций сделать и повыше тем более что у меня разветвитель для этого есть ну как минимум я вижу что три штуки точно я смогу здесь поставить давайте тогда подготовим фундамент чуть чуть повыше и построим эти электростанции прекрасно конвейеры подают уголь электростанции работают интересно еще не работают все подключаем сеть да смотрим наконец-то перебои прекратились и у нас есть небольшой запас электричества что же прекрасно главная задача на текущий момент выполнена как мы видим если бы я не построил эти три дополнительные электростанции скорее всего моя сеть бы не справилась по любому просто вот по любому бы не справилась поэтому мне кажется я сделал правильный выбор потому что до нефтяной электростанции нам еще ой ой как долго лучше чтобы начинало все работать как автомат уже прямо сейчас знаете заценим как работает наша фабрика роботы что-то пилят что-то там пилят не видно что на что-то пилит окей хорошо на выходе что мы получаем смотрите уже тяжелые блочно-модульные каркасы постепенно формируются мне теперь об этом можно просто забыть пусть делаются даже об этом вспоминать не будем ну а рядом на те уберу отсюда лесенку рядом я должен поставить еще один точно такой же огромный завод который будет точно также жрать много электричества называется изготовитель здесь мы будем изготавливать уже компьютеры разберемся помещается ли он здесь в адекватном своем размере разворачиваем здание вроде помещается у меня даже ресурсов хватает на него да точно также ровненько встает отлично и давайте сюда также начнем потихоньку подводить все ресурсы во первых для того чтобы производить компьютеры нам понадобятся винты их я уже как видите подвел только что прям вот моментально пластмасса кабели и микросхена кабели 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 вообще-то у нас есть кое-где кабели но они дал далековато находятся знаю получится ли мне получится ли у меня кабели оттуда затащить сюда пока не понимаю наверное придется как то хитро прямо вот хитро выкручиваться я пока под подумаю пока как это сделать однако кроме этого мне потребуется доставить микросхемы и пластмассу кроссе мы делаются как раз из пластмасса это все нефтяная цепочка и эти ресурсы мы будем делать как раз около поставщика нефти то есть эти ресурсы мы будем именно здесь производить для этого мне потребуется построить ну как минимум один перерабатывающий нефтезавод дополнительный где вот он у меня вот он тут у меня чуть-чуть ресурсов не хватает сейчас исправим не начать что же отлично у меня теперь ресурсов хватает строим еще один нефтезавод давайте построим как мы правильно и красиво желательно прям вот напротив хода вот так вот чтобы сырая нефть сразу же могла поступать нефтезавод у меня не хватает немножко ресурсов на 5 отлично подводим конвейер здесь я решил все таки ставить второго уровня а то у меня что-то с ресурсами туговато как-то становится давайте подключим теперь поставлю я наверно вышку с электричеством куда-то сюда включаем так электричество подведено и вырубаем нужный нам рецепт будем здесь производить пластмассу вот так вот жалко что нет никакой толковой анимации кроме как вот дымка из трубы может быть и не должно быть у нефтезавода никакой анимации что же пластмасса уже начала производиться прекрасно нам нужно будет во первых саму пластмассу подводить то большое производственное здание кроме того нам из пластмассы нужно будет перерабатывать и делать микросхемы давайте сейчас будем смотреть где именно это удобно всего делать может быть мне поставить дополнительную переработку денег вот тут вот на подход на подходе большому производственному зданию чтобы произвести из пластмассы микросхемы мне понадобится обычный стандартный ассемблер хотя наверное его как раз где-то здесь и поставлю с высоты лучше будет смотреться вот отсюда а я вот там пущу значит путь каким-то образом хитрым и вот здесь наверно мне как раз не стоит ассемблер поставить я вот тут его и забасу вот тут в ассемблере чтобы производить микросхема мне понадобится много пластмасса как видите и конечно же медь выбираем сам рецепт и будем думать откуда брать меди на самом деле у нас есть здесь подвозочка меди мы они немножко уже забыли потому что она уже настолько это линия стара прям стара как я не знаю что вот здесь вот медь подводится если мы сделаем разветвление этой линии то возможно сможем поставлять медь как раз тот ассемблер ну тут я вижу требуется медь достаточно медленно поэтому никаких проблем я думаю с этим точно не будет я имею ввиду медную проволоку уже оговорился я пожалуй начну запасаться большим количеством пластика я его поставлю вот в этот хранилище будет на поставочки сюда вы вытаскиваем весь пластик так поехали да отлично поднесся пластик надеюсь что он как можно скорее заполнит здесь весь 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 склад и дальше попробую перетащить это все через вертикальные высокие стойки давайте посмотрим получится ли у меня это сделать над транспортным маршрутом я это сделаю вот такой высоты ну очевидно что так нельзя делать ясно слишком крутой подъем может быть мне получится у меня получится протащить наверное все таки слишком высоко сейчас узнаем нет нормально окей тогда давайте верхним этажом попробуем провести здесь конвейер вот так вот на такой высоте или не получается по моему не получается нужно еще выше сделать вот так у меня наконец-то это получилось сделать это понимаю что мне мешал просто элеватор так отлично пластик подводится уже супер теперь распределяем его частично в этот ассемблер сейчас уже даже на производство пойти наверно а я его не подключил еще значит не пойдет производство давайте подключим ну что пошел процесс да процесс пошел отлично микросхемы до микросхема производится супер ну а второй поток вот отсюда я должен буду провести прямо прямо в сам вот в этот вот сборщик изготовитель да отлично второй и давайте посмотрим чего еще не хватает микросхемы едут пластик едет винты есть чего то еще не хватает кабели не хватает о да 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 та самая проблема которая меня вот прям давно уже тревожил как подвести сюда кабели в принципе мы можем ту же самую медь которая вот тут поднижает у нас постоянно пустить также на медные провода либо же мы можем пустить из другого конвейера 12 кабелей это много достаточно то есть здесь мебель меди потребуется вот прям очень очень много нужно будет как-то решать эту проблему надо подумать что же давайте попробуем разобраться я проложил достаточно скоростной конвейер который поставляет сюда медь сам ассемблер потребляет всего лишь 12 единиц за раз соответственно 60 в минуту скорость ну в принципе небольшая я думаю на текущий момент этого будет хватать чтобы производить по 5 в минуту микросхем по крайней мере как-то так да возможно этот же поток мы можем отправить и на производство проводов тем более что это вроде как не очень сложно с помощью обычного конструктора дать посмотрим куда мы его можем разместить разместить мы его сможем по идее вот как раз рядышком вот здесь вот как-то тут вот 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 так сможем разместить конечно это здесь не очень все удобно но тем не менее сделать это можно уместить это здесь можно давайте поставим поставим здесь разделитель очередной чтобы он вот таким образом разделял конверс медью на два разных потока отлично по моему у меня вообще уже все полностью готово три конвера постоянно подвозят ресурсы вот видите медные провода провода обычные из меди есть микросхемы есть пластик есть вроде как все есть и болты есть мы в принципе готовы начинать производить компьютер не хватает только электричества у меня как раз здесь есть свободный столб и подключаем ну что процесс запущен давайте посмотрим начнет ли работать этот большой производственный блок да пошел процесс роботы начали собирать что ж ребят это очень и очень круто компьютер конечно будут производиться медленно да мы видим что одна единица компьютера почти две в минуту то есть очень медленно конечно это будет все происходить но как говорится москва не сразу строилась меня это в принципе устраивает за то время пока мы строили вторую производственную цепочку в первой видите полностью собралось уже 50 единиц тяжелых влочном модульных каркасов это говорит о том что в принципе все работает и конечно с такими сложными и тяжелыми производственными процессами быстро то и не бывает но тем не менее если ты занимаешься чем-то еще и у тебя все поставлено на поток проблем особо быть не должно ну что ж я собрал две производственные цепочки которые будут собирать тяжелый блочномодульный каркас а также компьютеры этого нам хватит чтобы продвигаться дальше по тирам я это скорее всего буду делать за кадром ну а следующей серии мы будем уже строить грузовики и апать те самые тиры и смотреть что же в них есть на этом все большое всем спасибо за просмотр и наверное даже чуть-чуть за терпение играйте в Satisfactory всем пока пока удачи 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 Продолжение следует...